Найти и обезвредить. Сочи завершается восьмой этап борьбы с коричневым раморным клопом. В Сочи в Темрюке развернул госпиталь времен войны. Там широко отметили день освобождения Кубани. В Сочи запустили новый музыкальный проект. Школьники смогут посещать концерты по льготной цене. Чемпионат России в олимпийских классах яхт преодолел экватор. Почти во всех номинациях сохраняется интрига. Кто победит? Найти и обезвредить. В Сочи завершается восьмой этап борьбы с коричневым раморным клопом, который в этом году занял первое место в рейтинге вредителей, угрожающих растения и водческой отрасли в России. Химобработки на курорте сменяются механической сборкой клопа. О результатах борьбы с карантинным вредителем главе города доложил директор департамента по охране окружающей среды лесопаркового и сельского хозяйства администрации города Сочи. Село Красная Воля. Сегодня здесь провели финальную осеннюю обработку растений, так полюбившихся коричнево-мраморному клопу. Начинали же борьбу весной, когда он вышел из спячки. Результатом проведенных профилактических мероприятий селяне довольны. Потери урожая овощей и фруктов они не обнаружили, несмотря на то, что в Сочи вредитель предпочел плодовые культуры. Здесь было принято решение организовать системный подход. Были задействованы все эти ресурсы администрации, выделены препараты, выделены специальные группы. По результатам, по итогам этих мероприятий, которые были приведены, на самом деле клопа незначительное количество. Если зимой мы их считали сотнями на одно домохозяйство, то сейчас там 10, 20, 30 штук на домохозяйство. Как показывает практика, мы видим, что это можно преодолеть, то есть можно его извести, но не на ноль, но на незначительное количество, которое уже не будет влиять на урожаи сельхозкультур. Нашествие клопа для курорта не стало неожиданностью, доложил мэру директор департамента по охране окружающей среды, лесопарковому и сельскому хозяйству. И семь этапов борьбы с коричнево-мраморным вредителем позволили сочинским сельхозпроизводителям собрать урожай. Бороться с клопом, подчеркивает глава города, необходимо и в период его зимней спячки. Мы знаем, как с этим побороться, то есть на восьмом этапе мы действительно доведем это дело до логического завершения и получим хороший результат. Безусловно, мы доведем. У нас есть опыт, у нас есть техника, средства защиты. Мы же приобрели 200 опрыскивателей и сегодня нет необходимости привлекать дополнительные силы извне. Надо мобилизовать наше население, надо мобилизовать всех наших дачников, всех сельхозпроизводителей, всех заинтересованных лиц, чтобы они понимали, это для них нужно. И то, что проделана огромная работа, затрачены огромные деньги, эти деньги должны дать результат. Поэтому восьмой этап надо завершить достойно. Выполняя ваше поручение, немножко шире скажу на сегодня, чтобы успокоить население, выполняя ваше поручение о создании системы защиты растений, мы сегодня уже согласовываем разработанные изменения в программу благоустройства, где в разы увеличивается финансирование на борьбу с вредителями и болезнями. Ну и, собственно, разрабатываем планы мероприятий, которые позволят возродить ту систему и уходить нам от критических ситуаций, а в плановом порядке превентивно заранее начинать бороться и побеждать этого вредителя. В борьбе с теплолюбивым вредителем все средства хороши, в том числе и народные, поэтому в Сочи будут использовать и фальш зимовки. Это утепленные конструкции, которые КЛОП обычно выбирает для сна. Затем зимние квартиры вместе с вредителями просто сожгут, тем самым в разы уменьшив популяцию КЛОПа. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Торжественный марш военнослужащих Краснодарского гарнизона прошел накануне в Темрюкском районе, а в небе фигуры высшего пилотажа продемонстрировали русские витязи. О самых интересных событиях дня освобождения Кубани наши краснодарские коллеги. Орден Красной Звезды, медаль из-за Берлин и за взятие Праги. Винограды едва ли помещаются на слегка поношенном, тяжелом пиджаке. Это настоящая гордость ветерана Великой Отечественной войны Николая Бомко. И он ее демонстрирует только в такие памятные даты. На фронт его призвали совсем мальчишкой в 16 лет. Там он впервые взял в руки оружие. На войне всем страшно, конечно. Но долг, обязанность, служба, Родина превыше всего. Темрюк стал последним освобожденным городом. Оккупация длилась 400 дней. Захватчики устанавливали свои порядки и не собирались покидать Таманский полуостров. Это были трудные шаги к Великой Победе. За каждый дом и за каждую улицу умирали тысячи военных. Битва за Кавказ на Тамане завершилась 9 октября 1943 года. Советские войска дали отпор врагу и уничтожили легендарную голубую линию. Страницы той самой страшной военной истории. Будто вновь отрывает на глазах. Здесь страшные, прохожие пушки, военные идут на атаку. Это самая зрелищная часть праздника. Весь музей под открытым небом для зрителей жителей показывает, как освобождается вас. Это самая крупная реконструкция в крае. В ней приняло участие около 600 человек. Музей «Военная горка» будто вдвое стал больше. Зрительными стали более 20 тысяч человек. Нет ни одного города или станицы, где бы не пролилась кровь за родину. Каждый район края представил свою историю освобождения. В экспозициях редкие фотоснимки, карты и артефакты, которые рассказывают о поражениях и долгожданной победе. В импровизированных военных палатках и блиндажах словно ожила история. Вот они, советские солдаты с измученными лицами, но с победы в глазах наглядно показывают, как освобождалась Кубань. В числе зрителей губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пообщался с молодыми ребятами, которые участвуют в исторической реконструкции. Подобные мероприятия не просто красочное шоу, а ответ всем тем, кто пытается переписать историю и забыть о подвиге советского народа. Слишком дорого. Заполучено нашими, вашими дедами, прадедами за вашу возможность. Слишком большая цена. Поэтому живите просто достойно их памяти. Они отдали свою жизнь, не задумываясь за родину. За свою землю отдали. Потому что, когда настал момент выбора, они не захотели жить на чужой земле. Поэтому предпочли смерть. Но на своей земле. Насколько мощнейший был патриотизм в нашем народе. Мощнейший патриотизм. Наверное, такими должен быть по-настоящему народ. О том, как районы Кубани сражались за победу, можно было узнать и по пути в Темрюк. Даже на трассе из Краснодара развернулись военные штабы, сооруженные окопы и госпитали. Везде есть свои герои Великой Отечественной войны, о которых сегодня рассказывали на тематических площадках. Они стали частью музея под открытым небом и растянулись почти на километр. Например, экспозиция «Анапа» основана на реальных исторических событиях. Реконструкторы буквально погружают своими историями в прошлое. Особое место занимает рассказы про реальных героев тех лет. Ввиду того, что «Анапа» была оккупирована немецко-фашистскими войсками, у нас было представлено партизанское движение. И инсталляция о высадке капитана Дмитрия Калинина в Варваровской щели, где он погиб, взорвал себя гранатой, сделана вторая инсталляция. Единственный город-герой на Кубани, Новороссийск, представил композицию, посвященную героизму солдат на Малой Земле. Вот в миниатюре знаменитый плацдарм, который находится в районе Масхака. Наши бойцы героически обороняли этот клочок земли в течение 225 дней. Эта экспозиция показывает, насколько подходили с большим сердцем, с душой в борьбе за Родину. В те годы наши бойцы, которые не жалея своей жизни, а ценой своей жизни они даровали нам сегодняшнюю жизнь нашу. В небе парят русские витязи на суше, торжественно марширует Краснодарский военный гарнизон. Нынешнее поколение еще надолго запомнит день, когда Кубань освободили от оккупантов. Аура, вот здесь, которая мы ходим, здесь смотрим, это вообще непередаваемое чувство гордости за то место, где ты родился, где ты живешь. Это частичка нашей Родины. У меня свежа память по всем моментам Великой Отечественной, поэтому, по-моему, это нормальная норма любого человека. Я писал на пастик, я знаю, что нас именцы победили. И я вот пришел вспомнить отца и его боевых товарищей 56-й армии. На празднике можно было написать письмо ветерану, как в военные годы то самое фронтовое, сложенное в треугольник. И его обязательно доставят тому, кто отстоял наше право на мир и свободу. Яна Бузычкина, Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров. Кубань-24, Тимрюкский район. В Дни освобождения Кубани в Тимрюкском районе приняли участие и сочинцы. Нашу делегацию представлял первозаместитель главы города Сергей Юрин и председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов. Наш город, как и другие муниципалитеты края, подготовил историческую реконструкцию, воссоздающую атмосферу реального госпиталя времен Великой Отечественной войны. Сочи, как известно, был единственным крупным госпитальным центром страны. Самый тяжелый период – это был период битвы за Кавказ, когда раненые поступали с перевалов Кавказа, из Потопсии. И город работал в авральном режиме. Часть госпиталей была эвакуирована за Кавказе. И в городе осталось всего лишь семь из них. И на них через каждый час была нагрузка от тысячи свыше солдат. Когда угроза захвата Черноморского побережья миновала и фашистов выбили с территории Кубани, госпитали вернулись. В Сочи их было уже 111. На ноги было поставлено 400 тысяч раненых бойцов. Память не должна стираться, память не должна исчезать. И такие мероприятия с великолепными инсталляциями, как сегодня проходят, они в первую очередь направлены на то, чтобы именно подрастающее поколение видела, знала, ощущала, буквально и визуально ощущала все то, что проходило. Участники битвы за Кавказ и обладатели медали за оборону Кавказа получат материальную поддержку в размере 5000 рублей. Наш корреспондент Елена Авсецина узнала, как правильно оформить документы и получить единовременную выплату. Лидия Васильевна Новикова, несмотря на свои 93, полна силы и энергии. Она с ранней юности, зная цену жизни в годы Великой Отечественной, выхаживала санитаркой раненых. Поэтому никогда не теряет бодрость духа. Сама пришла в отдел социального развития администрации Центрального района и принесла необходимые документы, самый главный из которых – медаль 46-го года за оборону Кавказа. 17 лет. Это, понимаете, в обязанности входило ухаживать, кормить, читать письма, переселать постель, помогать принести пищу. Для получения единовременной выплаты необходимо заполнить заявление, предоставить паспорт гражданина Российской Федерации, СНИЛС, индивидуальный налоговый номер, либо справку из военкомата, либо удостоверение участника битвы за Кавказ, либо медаль за оборону Кавказа. Все эти документы необходимо предоставить в районные отделы социального развития. Также мы просим всех, кто недавно переехал в Сочи и имеет медаль за оборону Кавказа, являются участниками какие-то удостоверения, какие-то справки из военкомата, что принимал участие в военных действиях битвы за Кавказ. Мы просим прийти в территориальные отделы социального развития, которые расположены в администрации каждого района, и подать документы, либо там все документы необходимые помогут собрать. Те же, кому трудно выходить из дома, могут обратиться по телефону в отделы соцразвития районных администраций. И к ним придут, как, например, пришли накануне соцработники Хосинского района к Антонине Васильевне Никляевой. Ее поздравили 75-летним освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков, вручили подарок, пылесос и помогли оформить заявление для получения денежной выплаты. Елена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Талантливые сочинские студенты могут побороться за губернаторскую стипендию. Она будет присуждаться по результатам открытого конкурса. Стипендия полагается за выдающиеся творческие результаты в учебной и научной деятельности, а также успешное внедрение результатов научных исследований в реальный сектор экономики. Установлен ряд квот для обучающихся. В ординатуре 5 стипендий по 3900 рублей, для ассистентов, стажеров, аспирантов 70 стипендий по 6000 рублей. Документы принимаются до 1 ноября. С требованиями конкурса можно ознакомиться на сайте Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Через 10 лет 90% новостей будут писать роботы. Такие прогнозы делают эксперты в отношении средств массовой информации. Об этом стало известно сегодня в ходе одной из лекций на форуме журналистов. Сейчас в России насчитывается около 26 тысяч электронных СМИ. Газеты и телевидение стали уходить в онлайн не потому, что так надо, а потому, что изменились вкусы и потребности человечества. Так удобнее пользователям. Посмотреть передачу или узнать новости можно в любое время и в любом месте. С телефона, айпода, планшета, ноутбука. Нужен только интернет, которым пользуются миллионы. За 10 лет мир поменялся тем, что казалось необычным год или два назад, сейчас не удивишь. Аудитория требует нововведений постоянно. Сейчас в так называемом тренде – видеопродакшн. Демонстрация небольших красивых роликов с короткими титрами и интересными фактами. К слову, наш телеканал является флагманом в современной медиамоде. Именно ФКТ стал первым среди сочинских телеканалов публиковать красочные и событийные короткометражки. Их можно увидеть во всех социальных сетях и не только в лентах нашего аккаунта. За два месяца охват контента составил около 300 тысяч человек. Сейчас медиа – это не просто средство массовой информации, а это армия поклонников. То есть от вас теперь не ждут люди больших просмотров, каких-то невероятных перепостов. А люди ждут создания вот этой атмосферы людей, которые за вас. И это самое главное. То есть это как ваши, я не знаю, это как ваши родственники, как коллеги. Они все вместе собираются и потребляют ваше медиа. Им интересно, и они несут, собственно, как несут ценности вашего бренда. Это самое главное. Кликбейт, наращивание подписчиков и лайков – все это в прошлом и легко опровергается. Также нечестен по отношению к аудитории факт-чекинг, когда в погоне за сенсацией средства массовой информации публикуют непроверенную и ложную информацию, которой верят многие пользователи. Хотя, собственно, такие медиа может наказать Роскомнадзор. Но до этого так называемая «утка» уже улетит далеко и даже может принести негативные последствия. Например, личную жизнь героя публикации. Над чем нужно задуматься современным СМИ? Так это над скорым нашествием ботов. Уже сейчас многие аналитические, экономические и спортивные статьи пишут роботы. Тот же прогноз погоды или курс доллара мы узнаем от виртуального журналиста. И, как говорят эксперты, через 10 лет велика вероятность того, что 90% информации будут предоставлять роботы. Выход есть. Никто не отменял эмоции. И материалы, написанные или рассказанные с душой, всегда будут в почете у аудитории. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. В Сочи запустили новый музыкальный проект. Он направлен на приобщение детей и подростков к искусству и музыке. С октября школьники смогут посещать зимний театр и зал органа и камерной музыки по специальным абонементам. Такая практика когда-то активно применялась в советское время, но после была забыта. И вот сейчас ее решили возродить. Инициатором проекта выступила мэрия. Мы действительно хотим, чтобы в нашем городе системно развивалась работа по формированию уже школьных зрительских аудиторий в хорошем смысле этого слова. Чтобы мы своих деток, начиная с начальной школы, приучали к качественной, красивой классической музыке. Чтобы мы приучали их к красивому искусству, к настоящему искусству. В этом и смысл нашей школьной филармонии. Проект позволит вовлечь более 7 тысяч юных сочинцев в творческую и культурно-просветительскую деятельность. Помимо учеников, тысячи абонементов предназначены для семейного просмотра. Стоимость годового абонемента, в который входят 5 концертов, 250 рублей. То есть посещение одного концерта обойдется всего в 50 рублей. Для учеников начальных классов вообще предусмотрена серия выездных концертов в школах. В Сочи продолжается чемпионат России по парусному спорту. Сегодня четвертый день соревнований в олимпийских классах яхта, турнирных раскладах после трех дней чемпионата. Ольга Десятого. Чемпионат России в олимпийских классах яхт преодолел экватор. В Сочи два дня радовал чемпионат погоды. Без ветря наблюдалось лишь в прогнозах синоптиков. Ну а накануне штиль все-таки опустился над экваторией. В третий день регаты прошла только одна гонка в классе РСХ у мужчин. Здесь настоящая борьба. Бывший лидером после первого дня белорус Никита Циркун теперь второй. А на первую позицию выдвинулся чемпион России прошлого года Евгений Айвазьян. Главная звезда отечественной доски бронзовый призер Рио-2016 Стефания Елфутина не принимает участия в чемпионате из-за болезни. В отсутствие лидера в классе РСХ у женщин впереди Марям Сихпасян. У нее шесть побед в шести гонках. Направление ветра как вчера, но сегодня ветер был слабее. Да хорошо гоняется, интересно. Основная мотивация в том, чтобы сделать все круто и быть собой довольным. В классе ФИН лидирует Аркадий Кистанов, который, выиграв накануне обе проведенные гонки, захватил первую строчку протокола. Было на самом деле очень классно. У нас был шикарный старт. У меня великолепно получился старт в левой части стартовой линии. Не крайним, но все равно очень хорошо. Для меня гонка складывалась достаточно сложно, но без особых проблем. Как бы это было очень интересно. Это было очень непредсказуемо. В классе 49-й ФИК с пятью победами в шести гонках впереди Зоя Новикова и Диана Сабирова. Это достаточно молодой класс. Впервые был введен в олимпийскую семью перед играми в Бразилии в 2016-м. Это интересно, когда есть флот. И иногда нас девочки прям напрягают. И приходится попотеть, чтобы вернуть себе позицию, лидерство. В классе Лазер Радиал складывается одна из самых интересных интриг на чемпионате. Группа сразу из пяти девушек продолжает бороться за медали. Лидирует бронзовый призер юниорского чемпионата мира Валерия Ломаченко. Настрой, мне кажется, есть у всех гонщиков. Это все-таки регата и какой-то ажиотаж в отбор сборную основную. Поэтому, я думаю, все настроены так же, как и я. В остальных классах также сохраняется интрига. А это значит, что впереди яркая борьба. До четверга продлятся гонки в десяти олимпийских классах яхт. А в пятницу пройдут медальные гонки для десяти сильнейших экипажей в каждом отдельном классе. Ольга, 10-го, телекомпания, ФКТ. Завершилась масштабная девятая летняя спартакиада работников Федерального центра спортивной подготовки «Югспорт». О том, кто завоевал главный трофей, переходящий кубок, в нашем сюжете. Сочинская команда «Айсберг» посвятила свой номер прошедшему мундиалю и предстоящему чемпионату мира по боксу. Чирлидинг стал финальным состязанием среди местных команд за выход в финал. Девятая летняя спартакиада работников Федерального центра спортивной подготовки «Югспорт» стартовала 10 августа. Более 200 сотрудников соревновались в 12 видах спорта. Это и игровые виды, и парусный спорт, и даже морская рыбалка. В турнире принимали участие по пять команд из Сочи и филиала базы «Югспорт» в Кисловодске. Я рад за весь коллектив, дружный. Вы видели, какая напряженная борьба, мастерство, действительно просто во сражение. Но в итоге это дружба, это коллектив, который способен и решает много проблем, многие проблемы по подготовке наших спортсменов. Сотрудники «Югспорта» в очередной раз доказали, что они могут не только успешно обеспечивать тренировочный и восстановительный процесс спортсменов национальных сборных и региональных команд из 54 спортивных федераций, но и сами активно занимаются физкультурой. «Югспорт» по праву считается одной из самых спортивных организаций. Ну а турнир дает возможность проявлять себя, добиваться высоких результатов и в работе, и в жизни в целом. Сочи и филиал ФГБ «Югспорт» в городе Кисловодске – это действительно одна семья. Однозначно спорт объединяет, спорт несет мир и дружбу. И в этой «Спартакеаде», как и в предыдущих, все только очень хорошее. Спорт – это жизнь, это сила, это движение вперед. Сильнейшие игроки по итогам всех видов составили костяк сборных двух городов, которые и боролись за главный приз – переходящий кубок победителя. Его судьба решалась в перетягивании каната, где выиграл Кисловодск. Главный трофей уезжает в Ставропольский край. Команда целый год тренировалась, шла к этому, и поэтому столько было эмоций и криков. Для этого и проводятся эти «Спартакеады», потому что это непередаваемые эмоции, когда ты побеждаешь. Очередная «Спартакеада» будет 10-й юбилейной, и сочинцы надеются взять реванш. Кроме того, что в следующем году добавятся новые виды спорта, есть идея привлечь к участию команды, сформированные из журналистов местных СМИ. Полезные дальневосточные деликатесы вновь в Сочи. Рыбную продукцию представляет традиционно компания «Рыбак Камчатки» с 11 по 13 октября на выставке «Экспофуд». У компании «Рыбак Камчатки» постоянные покупатели. Все они доверяют дальневосточным мастерам, которые коптят рыбу на натуральных, ольховых, вишневых и яблоневых опилках. Доставляют деликатесы без заморозки, сохраняя полезные кислоты омега-3 и витамины Е, Д, А. Здесь же морепродукты и большой выбор консервов. Хочется жирненькой такой омега-3 покушать, вкусненькой. Народ хочет настоящей сахалинской, камчатской рыбы, потому что это удовольствие для каждого человека. Процесс копчения сходен с обработкой горячим паром. В результате в рыбе сохраняется до 80% фосфора, кальция и йода. Здесь 30 разновидностей копченой рыбы – белорыбица, кижуч, палтус, нерка, знаменитая дальневосточная корюшка, а также совершенно эксклюзивный продукт – царица лососевых, редкая деликатесная чавыча. Настоящая красная икра, богатая витаминами, сразу же создает настроение праздника в доме. Приобрести все это можно с 11 по 13 октября на выставке «Экспофуд» на площади Северного Мола у нового морпорта «Круизная гавань-4». Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – в Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ ВКонтакте». В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok